Программа Домострой Добрый день, уважаемые слушатели! Когда начнется отопительный сезон? И что делать, если вместо горячей воды нам подают чуть теплую? Ведь заветные 8 градусов не стоит, я думаю, уже ждать. Согласно 354-го постановления Совета Министров России, начинается по решению глав администрации, при том, что среднесуточная температура за последние 5 суток ниже плюс 8 градусов. То есть все-таки придется 8 градусов нам ждать? К сожалению или к радости для наших жителей Крыма, конечно, очень долго придется ждать плюс 8 градусов. Поэтому многие администрации, не дожидаясь этих 5 дней и плюс 8 градусов, принимают решение о начале отопительного сезона. О начале отопительного сезона везде? В первую очередь, конечно, принимается решение о начале отопительного сезона или отопления социальных объектов. Это больницы, родильные дома, поликлиники, детские сады, школы. Многоэтажные дома. Отопление жителей города, конечно, всегда оставляется во вторую очередь. Сначала социальные объекты. Если рассматривать регионы, традиционно, в первую очередь, запускается Джанкой, районы Северного Крыма, нашего Северного Крыма. То есть ориентир по Симферополу все-таки не идет? Нет. Есть беспокойство на регионы? Так точно. А почему именно Джанкой? Там холоднее, да? Там всегда холоднее, температура гораздо ниже. И решение уже есть администрации и Джанкоя, и Советского района, Раздольнинский район, Нижнегорнинский район, Черноморский район, Джанкойский район. В начале отопительного сезона. В последнюю очередь запускается, конечно, Южный берег. Ну, Ялта, Алушта. Это Ялта, Алушта, Феодосия, ну и, конечно, Керчь, потому что, как бы, морской климат, он, конечно, положительно влияет на температуры в квартирах и в городах. Какие регионы, города в Крыму сейчас вызывают у вас наибольшее опасение в плане подготовки к зимнему периоду? У меня есть для вас информация, я ее вам в письменной форме оставлю. У нас стопроцентная готовность к началу отопительного сезона. Я вот вам передаю по каждому городу, вы посмотрите готовность по каждому городу и по каждому объекту. Уважаемые радиослушатели, я действительно держу в руках график подготовки. И тут даже не надо читать, какие регионы, везде стопроцентная готовность. Вы хотите сказать, что на сегодняшний день вот эти вот ремонтные все работы, которые ведутся, они никак не влияют на отопительную систему? Мы практикуем уже второй год проводить ремонтные работы. В котельных это на резервных котлах. Мы круглый год не останавливаем производство ремонтных работ. Учитывая то состояние оборудования, которое сегодня есть, оно желает гораздо лучшего, то мы проводим ремонты в котельных, в ЦТП и ремонт наружных трасс и в зимний период в том числе. Виктор Васильевич, на сегодняшний день, конечно, тепло. 20 градусов и выходные было, и сегодня не так уж холодно. Скажите, много ли телефонных звонков поступало вам от жителей городов по поводу отопления? Мы ведем такую статистику уже неделю. Немного звонков, до 10, а то и меньше, в районе 10-15 звонков. Является ли это тем, что рано тепло еще давать? Как только похолодает, конечно, количество звонков увеличится. Но мы готовы, поставленная задача главы республики Сергея Валерьевича, о том, чтобы во всех регионах начинать отопление в жилых домах. Виктор Васильевич, объясните мне, как человеку, не понимающему специфики этой системы отопления, почему нельзя включить, чтобы батареи были чуть теплые? Почему так нельзя сделать? Почему надо сразу, чтобы батареи были горячие, как огонь? Все котельные, все объекты теплоснабжения, вырабатывающие тепло, работают по температурным графикам. Температурные графики начинаются с плюс 8 градусов, и, соответственно, температура на выходе из котельной, температура на элеваторных узлах. Мы работаем действительно по температуре наружного воздуха. Чем ниже температура наружного воздуха, выше должна быть температура в ваших квартирах, на батареях. Поэтому в зависимости от температуры наружного воздуха и, соответственно, повышается температура на батарее в вашей квартире. Так, может быть, стоит людям включить тепло на самое минимальное, чтобы батареи не несли холод? Ведь мы же все знаем, что если батарея холодная, то и в квартире очень холодно. Металл есть металл. На сегодняшний день люди научились считать деньги. И когда на улице плюс 22 градуса или 20, многие не дают просто заявочку на подачу тепла. И говорят, мы за эти деньги сделаем себе ремонт в подъезде или выполним в детском садике какие-то другие работы, а отапливать на сегодня школы, в частности, я не буду называть какие адреса, но люди приходили, обращались и не открывают отопление с целью экономии своих же бюджетных денежных средств. По поводу денег. Счетчики везели, установленные на квартирных домах, и тепла в местах общего пользования, то бишь в подъездах, кто платит? Счетчики, конечно, не во всех домах еще установлены. Работа ведется, и на сегодня, если в домах ведется капитальный ремонт дома, то в обязательном порядке устанавливаются приборы учета тепловой энергии. Что касается мест общего пользования, то места общего пользования распределяются на квартиросъемщикам дома. Для того и оплачиваются квартиросъемщиками дома, которые пользуются местами общего пользования. Это лестничные клетки, еще какие-то, может быть, колясочные, еще какие-то здания, какие-то помещения в этом доме. Это при том, что батареи там установлены, и они греют? Конечно, конечно, конечно. А вообще в наличии сколько котельных, сколько отопительных объектов по всему Крыму отапливаете вы? Крым Теплокоммун Энерго на балансе 239 котельных. Жилых домов мы отапливаем 4359 домов. Дошкольных учреждений 146. Учебных заведений 170. Больниц 90. Это то, что мы отапливаем. Что сегодня подключено? Ну, если по котельным, то на сегодня, исходя из тех решений администрации, которые принято, из 239 котельных запущено 120 котельных, работающих на социальную сферу. Скажите, пожалуйста, помните наш разговор, когда мы с вами были в эфире, и вы говорили о том, что там, где проходят сети Теплокоммун Энерго, при Украине были установлены сети частного предприятия и отапливались социальные объекты. На сегодняшний день удалось ли вам что-то сделать для того, чтобы отапливалось это государственным монетарным предприятием Крым Теплокоммун Энерго? Действительно, есть много социальных объектов, которые отапливаются частными предпринимателями объекта социальной сферы. К сожалению, на сегодня нам передают объекты, но передаются объекты, которые требуют капитальных ремонтов, которые в результате длительной эксплуатации без соответствующих ремонтов привели к тому, что котельную надо ремонтировать, надо вкладывать в нее деньги. В этом случае частник уходит как бы с этих объектов, а нам приходится их восстанавливать для того, чтобы обеспечивать тепло на объекты социальной сферы. Это и больницы, и школы, и детские садики. Вопрос начисления оплаты за тепло, которое якобы подается в квартиры собственниками, которые еще при Украине отключились от центрального отопления и перешли на индивидуальные, тоже, конечно, актуален. Людям таки придется оплатить услуги, которые они не получают? Вопрос отключения абонентов от централизованного отопления на контроле у главы республики Сергея Валерьевича. Есть, возобновили работы комиссии при администрации городов, муниципальных образованиях, и те абоненты, которые отличены еще до 2014 года в Украине, могут легализовать и получить соответствующее разрешение в администрации. Единственное, что стоит обратиться в администрацию, написать заявление и предоставить соответствующие документы. В Украине разработана методика, по которой официально будет дано разрешение на отключение от системы централизованного отопления и использование индивидуального отопления. Говорят, что тарифы на тепло и горячую воду будут увеличены. Это правда? На сегодня еще тариф на 2019 год не принят. Наши все предложения в Комитете по ценным тарифам Республики Крым, они рассматриваются. И позиция и руководства Крыма, и позиция Крымтеплоковой энергии, конечно, не поднимает тарифы для населения. Поэтому пока наши тарифы находятся на смутении в Комитете по ценным тарифам. Наше эфирное время подходит к завершению. И последний вопрос. Если в квартире холодной батареи, а из крана льется чуть теплая вода, многие предпочитают вообще не платить в связи с этим ни за тепло, ни за такую вот горячую в кавычках воду. Опять же, страдают добросовестные платильщики. Ведь говорят, что на них разбрасывается вся оплата на весь многоэтажный дом. Что делать в таком случае? Те, кто не платит или не собирается платить, или не хочет платить за оказанные услуги, мы ведем претензионную работу, обращаемся в суды, работаем с населением, для того, чтобы люди понимали, что за все надо платить, в том числе и за услуги теплоснабжения. Ну, я говорил, еще раз повторюсь, к сожалению, Крымэнерго может отключить. Это доступно. Крымгаз тоже. Но система теплоснабжения на квартирных домах устроена так, что отключить отельно взятую квартиру не представляется возможным. Поэтому только просьба, огромнейшая просьба к жителям Крыма, чтобы они оплачивали те услуги, которые они получают. Если чуть теплая вода, как вы говорите, значит, есть соответствующий порядок, составляется акт, и мы ведем перерасчеты за оказанные услуги, что по горячему водоснабжению, что по отоплению. Виктор Васильевич, спасибо вам большое за столь исчерпывающую информацию. Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что гостем в студии был генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым, Крымтеплокоммунэнерго, Виктор Дойчев. Спасибо, до свидания. Спасибо всем. До свидания. Программа «Домострой».